Итак, уважаемые господа, это продолжение ролика, в общем-то, полноценная весна, как-то так он называется, вот. И мы тут пробираемся все еще по какой-то гамняной грязи, да, на собачью поляну, собственно, с другой стороны. Как я говорил, это все находится с другой стороны, собственно, этого всего леса, да. Вот, блин, комаров-то сколько, глядите, вон, дерево, вон они, тварь, это, блин, крупные еще, заразы, такие, офигеть. Вот, тут как-то многовато деревья спиливают, вот, как мертвых, так и живых. Ну, это все мертвые, видно же, что нифига, там, короче, не это самое, сок не идет из них, вот. Так что мертвые не жалко, но лес тут типа такой, да, типа такой, во, ладно. Тут нас не интересует особо, вот, дальше продвинемся, включимся, собственно. И вновь, господа, мы на собачьей поляне, но я ее так называю, конечно, на самом деле это просто какая-то вырубка без номера. Так, тут какая-то доска из шкафа, вот, около леса еще снег там лежит, вот. Здесь кто-то тренируется на мотоцикле наматывать круги. Я вижу, что это не велик, поскольку велик таких следов не оставляет, даже на футбольном поле, вот. А в остальном все так же, как и обычно. Вот, ничего тут не меняется, да. Никто эту поляну, хотя это и вырубка не засаживает. Вот, вот, только по краю чуть-чуть там деревья втыкаешь, чтобы их совсем мало не стало. А, в общем-то, тут мусорка, как она есть, и жители ближайшего района тут выгуливают собак. Не просто же так, она собачья поляна, да. Это вы думаете, что я просто так название даю. Вот, но если названий нет, надо дать. Вот, а так она вырубка какая-то номер 308 или 305, что-то такое, да. Вот, это по мнению Яндекса. А по мнению Гугла этого места вообще нет. Ну, у Гугла и вообще пофигу на лица, да. Он их никогда ничего на них не картографирует, да. Короче, Гугл, он только паркинг. Собственно, показывает, да. В Гугле только в этой картографии только парки присутствуют, это то в виде дорожек, да, где можно пройти, да. Дорожки и второй это флаг достопримечательностей, собственно. Вот, аж у Гугла я отношусь так себе. Все-таки, не знаю, не все же в офисах работают, да. Не все же офисные сотрудники. Так что, давайте пододелать что-нибудь, да, а то у вас полмира не откартографировано, поскольку полмира это леса и есть, собственно, даже большая часть. Вот, а вы сидите, эти сработники там в Гугловской, они в офисах только сидят, вот, и что-то там делают, то, что они, собственно, всегда, да, как проехать, да, по дорогам, на машине, вот. Ну, это неинтересно никому, вот. Вот, ну, и мне интересно в лесу бывать, да. У меня вот это мифит, это мибандина вторая, да. Короче, я стабильно каждый день, когда гуляю, обхожу 90% пользователей, поскольку они вообще офисные сотрудники, кто это покупает. Их не носят вот эти мибандины, мифиты. Не видно нифига. Их не носят, короче, те, кто действительно гуляет много, да, или бегает, их носят только офисные сотрудники. Ну, офисные сотрудники со мной тягаться не могут. Я только 1% не могу обойти, да, людей, которые так же, как я, любят гулять, на велике покататься. Сейчас только какой-то 1% сегодня могу обойти, а так я всех, всех и всегда обхожу вот это и по статистике этого мибанда. В общем-то, вот, такие дела. Короче, делать тут нечего. Тут и бухают только, потому что делать больше нечего. Вот. Не, ну, поищу, пойдут травинок там. Если мы здесь, давайте поищем травинок в старых бутылках, да. Вот, короче, на сосне, короче, кто-то ножичком пролезел, прорезал, видите. Тоже это сок течет. Сосновый сок, да. Собственно, что это такое? Вот, я бы сказал, что это похоже на смородину. Сейчас я камеру протрем. Что это похоже на смородину, я бы сказал. Если честно. Вот этого растения тут дофига. Вот. Ну, я все привык к каким-то дачным растениям, что я тут. А тут растения у нас, господа, не дачные. По лесным растениям я не специалист, да. Вот, что на даче у меня растет, то им я и разбираюсь. Вот. А в этом я ничем не разбираюсь. Кроме того, что это, конечно же, помойка-то еще. Помойка-то еще. Вот. Растение с нихерс, на ней растет, в общем-то. На эти помойки. Вот. Трава какая-то. Дикого вида. Столько видов травы, на самом деле. Кажется, травинка-травинка, блин, ищем, да. А и столько видов. Это совершенно другая, вот смотрите. Та другая, а там еще более другая, да. Вот. Кстати, я зря, я думал, что что-то, что-то есть, ничего тут нету, да. Короче, тут вот проход, да, вот тут дерево упало, и там другая часть этой же поляны, да. Можно объехать вокруг вот так, по всему вот этому, да. И там оказаться, да. Но там я не был. Там я не был. Давайте как я объеду все-таки. И погляжу, что там. Мне даже никакой ветер не помешает. Вот. По травинкам тут понятно, что. Постали галоши. Тоже понятно, что. Вот кислится тут огромная какая-то, да. Вот. На нитратах, наверное, выращенные, короче. Еще такая здоровая выросла. Вот. Короче, вот. Да, вообще объедем, короче, с другой стороны. Заснимешь, что-нибудь есть, там никого не будет. Вот. И вперед, собственно. Да. Еще одна панорамка собачьей поляны, собственно. Смотрите, да. Вот. Как-то оно так. Ну, тут говорить нечего, да. Вот. Она такая, какая она есть. Статья думала, у тебя кусты, что там под елками. Что там что-то типа вырастет, да. Нет, они просто высохли все нафиг. Ничего там не растет. Это никакие не распустилось там. Ничего, ничего. Просто торчат и все. Сушеные, блин. Вот, собственно, они штуки, что я назвал кустами. Вот. Ничего в них, видите, не растет. Вот такая хрень. Вот такая хрень на них, видите, да. Чем заканчивается наверху. А в остальном, я тут в первый раз, я вот на такой локации у этой части, так называемой собачьей поляны. Не знаю почему. Не был никогда с этой стороны. Не хотелось мне сюда приезжать, блин, да. Вот. В эту сторону. Не интересовало меня. Вот. Ничего. Здесь. Ладно. А тут ничего интересного нет, в общем-то, да. Вот. Так что поперли дальше смотреть, что там впереди будет. А мне все-таки интересно, было ли тут что-нибудь когда-нибудь, да. Потому что даже до 80-го года это еще не было никаким. Ни заповедником, ничем таким. Просто лес, который нафиг никому не нужен, да. Вот. Вот. И было ли тут что-нибудь, да. В этом месте. Вот. Это непонятно, нифига. Вот. Вот, во-первых, мало того, народ не особо знает где то, что было, да. Вот, даже по картам, да. Потому что карты, они каждые только 30 лет рисовались, да. Поэтому, что где было в конкретный год, народ не знает. Вот. Даже для фаната этих узкоколейных железных дорог не знает, что когда здесь было, да. Вот. А по поводу вот такого, ну, вполне возможно, что тут что-то и было. Потому что при ликвидации узкоколейной всякой хрени, да, засадили березами. Как раз 50 лет прошло. Очень похоже, что тут было какое-то небольшое такое хрень, да. Вот. Но никаких пруфов нету, конечно. Вот. Но это все не просто так накопано, само собой. Вот, что я думаю. Не просто, чтобы березки посадить. Не, нифига. А тут, недалеко от самого лесничества, страшный лес, в котором летают комары. И вообще вот все кошмарненько. Но дело-то не в этом. Пошли берлогу смотреть. Берлогу, эту штуку, которую я назвал, вот, альтернативным прудом. В январе, когда здесь ходил, вот, или феврале. Поглядим, что это такое в эти дни уже. Что это такое? Берлогу, вот она. Кто-то ее обустраивает даже. Еще больше она стала берлога. Вот, а пруд, пруд без пруда, ладно. Бывает, пруд без пруда бывает. Собственно, тут максимум лягушки могут квакать. Соответственно, могут квакать лягушки. Вот. Собственно, вот так. О! Памятник погибшему лыжнику. О, господа, видите? Импровизация такая, между прочим. У кого? У кого импровизация? Кто хозяин этой берлоги? Вот, это очень интересный вопрос. Но нам надо к велику возвращаться. Вот, и погнали отсюда. Вот. Место, в общем-то, неинтересное, как я понял. Нифига интересного тут нет. Ну, к слиться дофига растет, правда. А так чего? А так что тут есть? Ничего. Нету и быть не может. Ну, тут у утиного пруда и шумит ручей. О! Видите, там уже все растет всякие. И тут травинки мелкие. Вот. Еще я пристал к этим травинкам, как сумасшедшие придурок, скажете, да? Вот. Но они действительно тут есть. Что, их нет, что ли? Вон их полно. Блин, даже не знаю, как вам показать. Вот так только. Вот. Круто, все будет зарастать. Все тут топовое будет, короче. И крутое. И с распальцовкой. Вон течение, так где, смотрите. Вон, где журчит. Вон там, вон там что-то происходит. Какая-то коряга мешает ручью. И он журчит прям. Через корягу переливается. Или снизу, короче, обходит этот ручей ее. Вот. Ну, вообще, течение тут классное, господа элитные. Вот сейчас сюда пройдем. Вот, видите? Вот там какая-то латина из тухлых веток. И смотрите, как она. Блин, вот 8-кратное много. Вот, три раза увеличение. Вот, смотрите. Видите, как она переливается-то тут. Водичка. Вот. Вообще топ. Топ. Она прям не мутная даже сегодня какая-то. Она прям нормальная такая. Даже сегодня тут нет мути жуткой этой. Стандартной. Как она обычно бывает. Вот. Ну, великолепно вообще. Вообще просто. Ступерски. Просто вообще великолепно, да? Господа. Во, уже. Смотрите. Че растет. И че растет, а? А че вырастет? Ооо, будет. Ну, а так. Вон даже утка плавает по ручью. Не паутинам пруду. Прям по ручью там плавает тут. Во, фиг с ней. Че, мы уток, мы еще насмотримся и вокруг. Вот. Вот. У от уток мы насмотримся здесь, собственно, еще. Еще все лето будет их насмотреться. Вот. Даже я и не буду сюда часто приезжать. Собственно, летом. Меня в основном весна интересует. Так. А летом приезжать сюда такое удовольствие. Вот. Интересует, как все это начинается. А как оно будет, когда уже все будет зеленое? Да, когда уже... Не будешь, кажется, травинки удивляться. Это уже никому не интересно. Вот. И начинается уже грусть, как я называю, середина лета. Вон, комаров я показываю, но их не видно на камеру. Вьются прямо над водой. Вот. Грусть в середине лета начинается, когда ты уже думаешь, что сейчас лето уже закончится. Сейчас уже к осени пойдет. Вот. Постараемся без нее в этом году. Вот. Что грустить посередине лета? В середине лета, что будет зима. Что это? Это маразм какой-то на самом деле. Ладно. Продвигаемся дальше. Времени опять не так много. Нам дали, но... Нам хватит, сколько нам дали. Смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот. Но дело даже не в травинках. Вот. Типа такого вида. Вот. Там художник стоял. Вот. Над ручьем, да? На жизнодорожном бывшем. Вот. В переезде, да, блин? И вот такой вот корягу какую-то. Вот. Типа вот этой. Срисовывал. Зачем это надо? Вот. Разве это круто? Ну, не знаю. Можно и корягу, конечно. Красивая для него. Можно так видеть. Во. Но для меня это очень странно. Ну, коряга. Ну, и что? А что ее рисовать? А еще я, господа, никогда не показываю вот это место. Потому что оно мрачное, если верхнее смотреть, да? Мрачное меня всегда волнует и пугает, да? Вот это вот место. Вот. Так что обычно я тут не останавливаюсь, ничего. Не снимаю, ничего не делаю. Вот. Вот. Обычно вот так вот. Проезжаю мимо, да и все. Оно еще около самой дороги, да? Где ходит тот автобус, на который я никак не могу попасть вовремя, да? Вот. То ли денег нет, то ли я опоздал, да? Он уехал, блин. Вот. Неудобное у него расписание, на самом деле. Он ходит, конечно, часто. Два раза в час. Для такого поселка, в который он ходит, это, конечно, много. Но все равно. Мне это недостаточно. Что-то я никогда не успеваю, собственно, на него. Вот. Видите, папоротников полно дофига. Вон там. Вон там, вон там, вокруг вообще. Папоротники, кислицы, как я сказал, они в каждом углу теперь лежат. Эти папоротники на каждой точке, куда ни грянь, везде папоротник будет или кислицы. Вот. Все. Травинки можно больше не искать. И это хорошо. А еще, господа, я так и не собрался в дикие гуляния. Вон по той вот, можно сказать, тропе для гривняков совершить, собственно, да? Вот. Хотя понятно, что она ведет то, чем-то к ручью, да? Но так выглядит заброшенно, да? Что аж прям на фоне остальных дорог. Что даже прямо интересно. Вот. Вот. Где-то ближе к осени, короче, сходим. Короче, в августе. В другое время не пойду. Только в августе. Больше никак. Ни в июле, ни в июле. В июне, блин. Никогда ни в мае, ни в апреле. Только в августе пойду. Все. И в сентябре тоже не пойду. В октябре не пойду. Только в августе. Вот. Вот она, господа. Это, собственно, котельная, да? Заброшенная. Которая ничего скоро не останется. Вот. Казалось бы, мрак, да? Нормально. Вот. Скоро тут вообще ничего не останется, кроме леса. Так что. Вот. Грустные моменты. Они впереди, собственно, да? Для этого поселка. Так, господа. Эти травинки все мои. Никому не отдам. Все мои травиночки мои. Кожа моя травиночка. Никому не отдам травиночку мою. Нормационную травиночку мою. Не отдам никакую, ни одну. Не поделюсь ни одной травиночкой. Так, это что, господа? Болото грязное? Может быть, это лужа? Да не, не, не. Это пруд торфянка, собственно, да? С уточками. Вон они там. Уточки, острова. Все топовое. Столько там этой вербы цветет, блин. Вон она. Растет, цветет. Смотрите, блин. Столько ее там. Ааа, не достать, не продать. Вот. Попы, наверное, тут, когда проходят, они локти кусают. Что, она там растет, ее не достать, не продать. Не монетизировать никак. Вот. Я почему-то в этом уверен, что они прям... Им плохо становится, да? Их инфаркт просто... У них инфаркт начинается. Ноги при том. Инфаркт ноги. Вот. О, смотрите. Видите, видите, да? Видите, что, да? Ааа. Тут не глубоко, но противно, короче, да? Замусорено все. Вот. Видите? Видите, что? Вот, что. А вы думали? Болото старого Бармота. А вот, собственно, исследование подводных пространств. Давайте поглядим в эту сторону. Что тут у нас? Бревно лежит. Вот. А там какая-то бочка из-под краски лежит. По центру кадра. Вот. А дальше я больше ничего не вижу. Какой-то один мусор. Листья, остатки коры какие-то. Остатки этих. Осоки какой-то. Вот. Вот. Еще чего. Какая-то хрень березовая, блин, лежит. Листики. Как лавровые. Вот. И прочие листики. Вот так вот. На берегу, конечно же, травинок полно. Вот. Господа. И внезапная дверь. От шкафа. Вот кому нужно здесь было забирать от шкафа дверью. Шкаф, то есть, разламывать. То есть, люди какие-то вообще сумасшедшие на самом деле. Вот. Где клякает что-то. Черт, взволновался-то вот так. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Ты же не лягушка. Ладно. Она захотела быть лягушкой. Косплей лягушки. Короче. Все. Вперед. Но нам, короче, туда. К старому пруду. Нам этот пруд-то не интересен. Шибко он болотный. На тему льда. На тему, кстати, льда. Нет ни одной льдинки. Да, нигде. Все растаяло. Все зафигачилось. Все пропало. Клиент уезжает. Лед тает. Все. Три магнитофона отечественных. Вот. И что там еще? Куртка замшевая. Все пропало, короче. Во. У вас это что? Что показать можно? Выглядят какие-то дикие гусеницы просто. Вот эти почки, как у лукаша бочки. Выглядят как дикие, короче, гусеницы какие-то. Злобные. Да, марсианские. Как марсианские гусеницы они выглядят. Вот. Не знаю. Вот это лучше всего здесь видно. Как марсианские гусеницы. Во, кочь. А я поехал. Мне. Туда и вглубь. Вот. Это место условно я называю Старым прудом. Ну, собственно, такое, наверное, оно и есть, да? Вот. Вот. Тут в последнее время опять насыпь, блин. Расскак, аллейная кочь. Все, где мы ездим здесь. Собственно, по вот этим вот. Болотом, блин. Около торфянки, собственно. Это и есть, в общем-то, насыпь узкоколейная. Что там? Что, собственно, здесь? Вот. А вы думали, что я шучу? Вот. Поскольку все остальное выглядит примерно вот так. Что не было насыпью, оно выглядит как-то вот, как болото, блин, натуральное. А тут вот на метр выше, да? Вот. И нормально, да? А чтобы эти насыпи не развалились, в общем-то, от времени. Вот. Они по краям засажены березами. Как раз тогда, когда воскоколейная вот эта железная дорога прекратила функционирование, да? То есть, можно вокруг вот посмотреть, да, на этих болотах. Именно в Верхнеяловском болотном комплексе. Вот. Как он называется по карте Яндекса. И вот все вот эти штуки, где березы, блин, посажены. Это как раз таки старые, древние насыпи. Вот. А там что, бобры что ли живут? Во. Бобры, по идее, могут водиться, смотрите. Вот. Вон там, видите, какая хрень. Они, по идее, здесь как раз и водятся. Но без гарантий, что мы их встретим. Я их не видал. Лично я их не видал. Вот. Никогда, да? Если лосей я еще видал. Вот. То бобров, конечно же, нет. Притом никаких. Вот. Ладно. Продвигаемся дальше. И поглядим, что будет уже там. Вот. По этой стороне я еще не продвигался в сторону... Какая-то хрень от меня убежала. Змея, что ли, какая. Вот, чуть-чуть наступил на ступилку на какую-то змею. И даже ее не увидал. Бывает. Ну, у кого? Можешь еще ожидать. Они тут вылезли как раз на дорожку погреться. Собственно, разморозились. Разбевались уже. Вон, нашевелится, блин, там. У нас столько, блядь. Гадина. Ползучи. Сейчас увидим. Не, затихло, спряталось. Ладно, значит, нам и не надо видеть. Не было бы этих насыпей, никто бы тут никогда не пробрался в жизни. Вот по этим болотам, блин, смотрите. Что происходит без насыпи. Вот. Никто бы тут никогда, собственно, не ходил, блин, вообще. Вот. Только ноги бы ломал. Вот. Вот. Представляете, какой кошмар без... Без всяких вот этих... Наследства, блин. Торфодобывающей промышленности. Какой тут был кошмар, блин. Ну, вот. Там, наверное, торфа дофига, вот под этой, блин. Водой. Если осушить, наверняка тоже. Деревьев нападало, блин. Дофига. За тысячу лет, блин. Полно просто его там. Я в этом уверен. Даже видите, какой артефакт стрины сохранился. Трост, блин. Из прошлого века, блин. Вот. Притом из древних годов, вот. И как он не развалился еще вообще. Он же тип железный. Крепкий, хороший, блин, наверное. Был. Зато, господа, теперь я знаю, кто туда ходит. Вот там вот через болото. Кто ходит через болото? Собственно, знаете, кто ходит через болото? Лось ходит через болото. И, наверное, дикий кабан. Вот. Кто ходит здесь? Вот. Это точно. Вот. А я думал, кто там, для кого это все? Для лося. Вот. Ну, а дальше пока все. Это финальная точка нашей поездки. Вот. И причина, конечно же, очевидна. Почему она финальная точка нашей поездки. Пусть тут больше не пройти нифига. Это тупичок. Лоблин. Вот. Ну, и ладно. В общем-то, не особо хотелось, поскольку везде и так какие-то там эти, блин, змеи ползают. Пугают каждые. Три метра проезжаешь, опять шарахается, а тебе то ли мышь, то ли змея, блин. Вот. Нифига, это не интересно. С великом я тут лезть даже не буду пытаться. Вот. И без велика еще топ я, короче. Во. Ладно. Вот такая вот история, да? Такая вот. Велопрогулка, да? Сразу, поскольку я не буду дальше ничего записывать, собственно, да? Я и доволен. 20-го числа будет, возможно, еще одна, да? Ну, тогда уже будет тепло, уже не потребуется, как сейчас, в 8-ми градусную температуру надевать 5 кофт, блин. Не потребуется, и все будет тогда уже хорошо, вот. А то сейчас, конечно, как-то холодно и жарко одновременно, как-то неприятно, да? Хотелось бы уже потеплее погодку. Она и так теплая, но хотелось бы еще, вот. Потому что жадность нечеловеческая. А вы, господа, тушите свет, вот. Тут даже рыбаки не могут проникнуть, там никто не рыбачит. Пожалуй, не могут тут пройти, они тут... Вот, не готово такое переходить еще пока. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...